доброе утро друзья хотел поделиться так размышлением был такой фильм потрясающий совершенно фильм советский если вы не смотрели посмотрите обязательно называется друг мой колька там краморов молодой совсем пацанчик школьника играет там невероятно сыграл юрий никулин тоже еще достаточно молодой короче фильм сам по себе невероятный потрясающий фильм кто не смотрел это совершенно совершенно необходимо посмотреть вы увидите там как ходили школьники но вот мне не досталось в гимнастерке ходить с ремнем а увидеть как они там ходят гимнастерках с ремнем я был первый год 63 год к пошел в школу когда пики пиджачки мышиного цвета вот обратно ходил гимнастерки но это не к тому рассказ там в фильме есть такой момент интересный значит ну там два человека разговаривают и один подметает а другой могут пойдем там ну день чем там пиво попьем ну что то и не могу вот я работаю этот ему говорит запомни году люди делятся на две категории одни люди мусорят а другие этот мусор убирают ну это как бы эпизод комичный такой юмористический можно сказать но вот это вот мысль о разделении людей на две категории значит она пришла мне в голову потому что мы вчера в офисе у нас обсуждали почему так происходит люди которые устраиваются на работу я не хочу сказать что все но я хочу сказать что очень-очень многие пишут такие письма то есть с ними что-то происходит они конечно делали там то что надо чтоб работу получить и так далее но но когда это реально происходит они офигевают многие это это надо же ну просто вот как-то не укладывается в голове я очень помню это чувство сам тоже когда со мной это приключилось и они пишут такие письма невероятные и мы вот обсуждаем ну что вот почему столько эмоций почему так это пробивает понимаете цепляет и договорились мы до того что сегодняшний мир вымывает в сегодняшнем мире вымывается средний класс то есть раньше было как ну были вот в америке например да было понятие бедные было понятие богатые и было понятие средний класс это между бедными и богатыми средний класс делился на три группы а значит нижний средний класс просто средний класс и верхний средний класс до lower middle class просто middle class и upper middle class и под каждую категорию значит там расписывали сколько денег получают там и так далее то что было видно кто относится к какой категории так вот сейчас получается такая история что а пар middle class так превращается в богатых lower middle class превращается в бедных а вот этот самый просто middle class как бы исчезает сам по себе то есть любить люди из просто middle класса уходят либо вниз либо вверх то есть мы оказываемся в таком обществе где очень небольшое количество людей в общем то в состоянии обеспечить всех остальных и в силу этого происходит поляризация не на уровне сильно богатые сильно бедные нет происходит поляризация между людьми которые работают и чем они занимаются как работают то есть работа таких средних становится меньше меньше и меньше то есть скажем людей получающих 10 12 15 долларов в час невероятное количество а дальше есть люди которые получают там не за там 100 тысяч 150 тысяч 200 тысяч просто работая на работе но те же инженеры например и и вот это вот разделение между образованными и необразованными можно можно так линию провести уже образованные больше получают заметно и не обязательно это же быть образованы чтобы получать больше но вот как бы есть такая линия так она прослеживается очень сильно прослеживать и получается такая история что когда человек попадает из какой-то индустрии попадает войти как бы он попадает из из бедных в богатые ну грубо не то чтобы он сразу в один день стал богатым но во всяком случае он из мира в котором 15 долларов сейчас считаются неплохими деньгами по сравнению с 8 или 10 или даже 12 вот из этого мира он вдруг попадает в тот мир где можно через год а даже через пять получать до тысяч давайте это все таки уже как бы кардинально отличает его положение в обществе его способность накапливать деньги его способность инвестировать во что-то тоже недвижимость иметь я не знаю машины отдых хорошие там жить в нормальном месте там где ему хочется жить они где он вынужден жить и так далее так далее получается вот как бы возвращаясь к фильму и к этой мысли о том что одни мусорят другие выбирают можно сказать что люди делятся на две категории сейчас этот процесс он как бы я его вижу очень хорошо я не знаю я это говорю не потому что я где-то прочитала потому что я просто вижу и получается что люди делятся сейчас на две категории одни зарабатывают так что им хватает ну практически на все грубо говоря то есть они могут вести такой хороший самодостаточный такой образ жизни привольный они при этом много работают они впахивают я вас уверяю то есть не то чтобы им даром это достается но просто есть люди которые тоже впахивают вот скажем мексиканцы на стройке тоже впахивают а представьте себя не в аризоне где-нибудь там или в техасе там на жаре на улице это очень тяжелая работа на платят мало представьте себе людей которые в поле там тоже тоже там условия тяжелые они тоже впахивают зачастую по по много-много часов и они не получают столько денег поэтому делится мир на 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 две категории я это к чему говорю я пытаюсь как бы достучаться до тех кто не увидел еще этого дела многие это видите сказать это совершенно очевидно и как бы общее место и он такого там сказал и чтобы что правда не нет не то чтобы я открытие какое-то сделал но я вижу много людей которые не поняли счету и вот они солнышко следует на себя переведут я от донтиста я добытым с другой стороны в офис заезжаем чем обычно значит достучаться до тех кто ну как бы особенно тех что помоложе в жизнь вступают вот чтобы они поджимают чтобы они может быть задумались вот как как им попасть из категории вот вот этой который убирают мусор в категорию тех которые мусорит но условно это шутка ну так из категории тех кто зарабатывает мало категория тех кто зарабатывает хорошо не имеется ну там скажем бизнес а имеется в виду ну просто работы давно просто разная бывает работа соответственно разные усилия нужно приложить для того чтобы выучиться и меня беспокоит просто когда у нас очень часто на канале люди говорят что учиться не надо в институт не тому учат все неправильно там надо идти работать там и так далее так далее я я очень с тревогой на это все смотрю потому что обратная картина просматривается понимаете обратная картина над надо учиться не вообще учиться но надо учиться и работать и как бы двигаться и и цели хорошие ставить высокие и не пытаться отсидеться или укрыться или от отвалить от чего-то и я тогда закончил известным анекдотом о том как один мужик другого спрашивает что ты предпочитаешь секс групповой или индивидуальный тот год групповой это почему будет отвалить легче вот чтобы не получилось что так отвалили что уже и никакой радости в жизни нет счастливы